Вот эти чудесные слова, что сердцу, усталому в жизни, силу молитвы дает. И мы сегодня продолжаем наше размышление в школе молитвы. И немножко повторим вчерашний материал. Вчера мы говорили вообще зачем молиться. И вы знаете, тут много о чем можно говорить. Даже вот мы в Салфе увидели, что молитва укрепляет наш дух. Действительно, это все равно, как задать вопрос, зачем новорожденному кричать или говорить. Если он не будет кричать, ему легкие не подстроят. Это большая проблема, если новорожденный не кричит, он все не вырвел. Точно так же и молитва, наши духовные легкие, они во время ее открываются. Поэтому естественное состояние вообще любого человека. Вы знаете, Бог великий. И он интересно так все устроил. Конечно, Бог понимал, что люди отойдут от Писаний, что они уйдут, может быть, какие-то духовные легкие. Но Бог дал в сердце человека любого желания к нему взывать. И это позволяет Богу общаться не только с христианами, но и частично и со всеми людьми. То есть, каждый человек в этой земле, даже атеист, даже атеист, и то они, бывают моменты, когда они молятся. Но в этом случае так атеисты говорят. Поэтому молитва – это возможность человеку духовно вызывать, к Богу открывать свой духовный дух. Но мы вчера определили с вами два главных направления, зачем же молиться. Первое – это то, что дьявол тоже молится. Ну, конечно, это слово такое, знаете, он молится своеобразно. Но в этом случае он просит у Бога и получает ответы. Ну, книга Елова нам об этом говорит, что он приходит к Богу с просьбами. Книга Захария, Петия, глава, там написано, что Иисус и Асидеков встречаются перед Англом Господним сопротивление дьявола. Книга Откровения говорит, что он постоянно кривичит. То есть, постоянно дьявол с Богом ведет какой-то диалог. Даже тело Моисеева, он тоже спорит. Тоже о теле Моисеева, он с какими-то просьбами пришел и пытается уже не творить свои просьбы. И также мы видим, вчера мы рассматривали текст, что дьявол просил просеять апостолов. И Кулаков переводит, что ему это было дозволено. Большинство переводов современных Нового Завета это текст переводит, что Христос говорит, «Симон, Симон, дьявол выпросил». То есть, он умеет выпрашивать. И нам, во-первых, не надо забывать. И каждого из нас, сидящего в зале, может на кем-то спросить о чем-то. То есть, проблема, многие христиане, они живут в акуме, только я и Бог. И дьявол где-то очень далеко. На самом деле, Гиблия говорит, что он сейчас находится в этом зале, может быть, кого-то, а может, если их вместе выпрашивать. Тем более, проблема в том, что у него есть, что просить. Он знает наши слабости. Мы вчера читали эти тексты, где давай спишем. И он знает наши те грехи тайны, вот эта проблема вращает. И поэтому он к Богу может прийти и сказать, «Вот тут вот эта проблема, вот тут вот эта проблема, там у человека вообще со мной уже давно живет, только хочет теперь церковь формально, на самом деле, на живой». Поэтому у него есть, о чем просить. И противодействие этого только на этом. Потому что Христос говорил, «Дьявол выбросил, чтобы сеять себя как пшеницу, но я молился тебе». И когда мы смотрим на молитву с этой точки зрения, у нас 5-минутные молитвы сразу уйдут. Вот когда мы осознаем, что дьявол 24 часа просит, выпрашивает нас, то мы тогда поймем, что молитвы 5 минут перед сном, это уже поигрыши, заранее. И мы тогда поймем, что в этой великой борьбе от наших молитв очень много зависит. Потому что мы можем, потому что дьявола выпрашивать наших друзей, знакомых, родственников, детей, вот как выпрашивал Петра, что за ритя молился. Поэтому если мы не молимся постоянно за наших детей, за наших родственников, то мы спокойно можем их выпрашивать в этой великой борьбе. И тут по тексту, что «я молился тебе», у нас есть большое преимущество. То, что за нас еще и Христос молится. Знаете, если бы Христос за нас не молился, то мы знаем, что со своими короткими молителями уже давно дьявол бы нас выпросил и всех. Но есть благая вещь, и Петр о себе не молился. Мы знаем, что Петр, когда надо было молиться, спал. Но, наверное, то, что за него молился Христос, позволил Петру все-таки проснуться. Поэтому великая благодарность, что Христос перекрывает моменты, когда мы перестали молиться. Вот почему и Павел пишет, что не пристану налетись. Потому что Павел сам встречал атаки дьявол. Будучи апостолом, Павел пишет в Рим послание, что два раза дьявол не позволил мне прийти. Смотрите, какие у дьявола диапазоны. Нам иногда кажется, вот где Пропетровске пройдет Ивановская программа, мы уже там улицы рисуем, кучу пригласительных раздаем, а у нас уже кажется, что там приедет Джеймс Ливен, тут на автомате Бог своих ангелов пошлет, и тут уже все будет открыто. Да не все открыто. Дьявол отслеживает эти моменты, и вот Павел ослепил и два раза в Рим не дал ему возможность прийти. И Павел пишет, что это нормальное обстоятельство. Павел пишет, что два раза не позволил мне сатана прийти. Мы знаем, что он также сатана послал в Рим, и Ангелов, и Павел, и это тоже было для Павла очень для любви. Поэтому дьявол борется и за наши вот эти лекции. Я думаю, что если мы понимаем, как он борется, что таких и таких лекций не было, то я прошу, чтобы вы меня пробежали в молитве за эти лекции. То есть мы не будем молиться, он в один момент, он все это развалит. Не знаю как, но он же. Есть ли его возможность? И Бог позволяет. Бог позволяет, потому что великая борьба должна вести честно. Если Бог будет дьяволу все запрещал, то тогда это была бы нечестная великая борьба. Поэтому наши молитвы очень нужны даже для того, чтобы прошла нормально вот эта программа молитвы. Второе основное такое направление, зачем нам нужны молитвы, потому что наша молитва вообще позволяет Богу уменьшиваться в нашей жизни. То есть там, где нет молитвы, там нет успеха. Потому что Бог, он знаете, судя по священному писанию, он не вмешивается туда, куда его не просит. И может быть, потому что мы люди, мы люди в нашей греховной природе привыкли вмешиваться туда, куда нас не просит. Может быть, мы иногда думаем, что и Бог будет так действовать. Просим мы его, нас создать не просим, он все равно будет в нашей жизни жить. Но на самом деле оно все не так. Христос сказал, просите и до нового вам ущите, и стучите. То есть сам Христос сказал. И причем просить надо настойчиво. Вот по той притче Иисуса Христа, где Он приводит вот эти все слова, Он говорит, что просить нужно настойчиво. Поэтому, цитата и свидетельствия церкви, молитва движет рукой всемогущего. То есть вот если мы мало молимся, вот рука всемогущая, когда там не надо помогать. Больше молимся, рука всемогущая больше поднимается. Еще больше. То есть смотрите, от наших молитв зависит, насколько рука всемогущего движется в нашей жизни. И Бог это на ярких примерах показывал. Например, Моисей пока руки держит, но рука всемогущего длинулась. И в битве с Амаликитянами. Как только руки Моисея опускались, то рука всемогущего тоже опускалась. Вот надо тоже вот это помнить. Потому что иногда я смотрю на свою жизнь, а эти моменты забываю. Скажи, так вы, наверное, забываю. Нам, наверное, кажется, что на автомате все там Бог решает. Мы там утром Его попросили, и теперь только вечером можно вспомнить, что вообще Бог есть. Но если бы Моисей только утром и вечером не играл Боги, то, наверное, там уникитяне там бы развалили и все. То есть вот эти битвейские примеры нам показывают, что все не так просто. Наша молитва движется, движется рука всемогущего. Мы замолкаем, остается все чисто материальный мир, в котором может управляться. Этому великой борьбе вот здесь еще такая цитата. «Давать нам ответ на искреннюю молитву, то, что без нее вы бы не получили, часть замысла Божьего». То есть часть замысла Божьего отвечать на нашу молитву. Дальше мы с вами вчера рассмотрели, что молитва должна быть в определенном ожерелье. То есть выступление, университет молитвы, он покажет, что молитва это не просто разговор с Богом. Часто как-то, знаете, мы идем по упрощенному варя. Ну что такое молитва? Ну это разговор с Богом. Ну разговор с Богом, знаете, разговоры тоже нужно учиться. Даже вот, когда диктинга рождается, она тоже должна учиться разговоры. сначала идет на разговор с Богом, но потом ребенок возрастает, уже начинает совсем по другому говорить. Поэтому просто сказать, что молитва разговора с Богом, это обречь человека на то, что у него толком, ничего никогда не будет в жизни не получиться. И иногда слышишь, что люди говорят, молимся, молимся, да, и ответов бывают и бывают. Потому что молитва не признает от количества, от все остальное. Но в молитве есть наука, и ее нужно изучать. И вот мы с вами рассматривали, что оказывается, я молчу своих учеников молиться. Может, когда апостолы нашли молящегося креста, они говорят, научи нас, как и Амуш. То есть наши церкви еще не помчися молиться, а не просто говорить, что мы разговоры с Богом, вы отвидите, и что хотите, то Богу говорите. Здесь правило. И поэтому мы с вами вчера говорили, что молитва, она еще должна в определенном ожерелье быть. Вот мы вчера рассматривали молитву Анны, Анна, кроме молитвы, дала Богу обет. Она что-то пообещала. Поэтому если я у Бога прошу зарплаты, а у нас сейчас ее идет к тому, что зарплаты не может быть тяжело, в связи с определенными событиями, то неплохо бы Богу хотя бы пообещать отрывать первую, вторую, десятину, но так, для начала. Кроме того, чтобы просить просто зарплаты. Может, потому что одних не даю, может, результат не будет. Потому что Верхий Завет очень много говорила про это. И, в общем-то, Анна про себя сына, она готова была этого сына отдать. И она это сыграла немалую роль в силе. То есть молитва-то не просто слова на курсу. Там еще вокруг молитвы должны быть определенные действия. И помните, когда она уже пришло время привезти и выполнить свой обет, она еще трех лавок приняла. А сколько стоили три тельца? Не могу. Ну, наверное, не могу. И там еще... То есть у нее молитва была с ожерельем определенным. Не просто так пришла с одной грейной субботнего богослужения, и Господь, и дали мне зарплату. А я тебе, ну, еще подумаю, что да, ну, я дам. Тут мне опять будет все время про поборы говорить, про рецидины, про вторые. Эти мысли, они, в общем-то, заканчиваются печально. Вообще такие мысли. Если ожерелья у молитвы нету, то результат будет беззаботиться и все остальное с неделью 307. И тут надо это четко понимать. Еще мы вчера говорили, что молитва очень важно состояние, в котором я нахожусь. И мы с вами говорили, как по-любийски молитвы? Сила. А? Сила. Сила, да. Ну, там два слова. Сила и поле. И вот одно, это то, что у нас переведено умолять. Знаете, вообще в русском языке некоторые слова переведены весьма однопоких. И вот почему-то в русской Библии вот эти еврейские слова переведены молитву, то есть умолять, то есть Бога упрашивая. У нас получается понимание молитвы уже на подсознании это Бога о чем-то упрашивая. Потому что само слово молитву, молитв. На самом деле слово «фила», если посмотреть в коробе, оно обозначает слово «соединяться». И тогда вопрос, когда мы упрашиваем и соединяемся с Богом, вот это то, что поразило учеников. И тогда нам нужно последствовать во время молитвы, сколько в голове у нас пронеслось мыслей на учении, если мы когда-нибудь, сколько мы заметили скрипов в двери, когда мы молимся, сколько, когда мы молимся, бывает, что язык говорит одно, а мысли в другое. Строение, какая-то с силой бывает очень сложно. И благодаря тому, что мы только языком проговорили, а сердце не соединились, не погрузились с молитвой, и что так будет тоже такой же. То есть так будет пустой. Кстати, вот сегодня брат говорил, это для моих, что псалмы, это тоже молитва. Вопрос, когда мы поем псалму, у нас всегда есть мысль на псалмах. Вот. Вот оно указывается, а псалмы – это с молитвами. То есть рот работает, а ножки, да, знаете, я пасну, я буквально, я на это место выхожу и вижу, как цель проходит псалм. Я смотрю, ты работаешь, а глаза далеко. А глаза ухо. То есть если мы в таком состоянии будем пребывать и не научимся себя дисциплинировать, наши мотивы будут пустыщить. Потому что нет вот этой силы. То есть вроде бы Богу что-то говорим, а мысли, а мы, может быть, где-то возле Монатра. И сердце наше далеко. Почему Христос говорит, устали, перележали, а сердца где? Вот Христос смотрит, из этого поют псалм. Говорит, устали поют на автомате, а где сердца? Ох! Поэтому мы будем тут и псалм учиться, чтобы сердца было. Мы уже если поем, его так пошелим. А ну, знаете, у нас много проблем. Мы эти псалм уже знаем на память, к сожалению, и мы можем вот так. Поэтому я всегда рекомендую таким бойцам, которые уже 55 тысяч раз против и псалм, все-таки возьмите, и вот так попробуйте. Не показывайте, я знаю, что вы все знаете. Но вот по этому вопросу не очень хочется. И очень полезно, еще раз, что-то здесь есть псалма открыть, и вот так его носить. Чтобы хотеть понять, как тут псалма, о чем так говорится. Ну, это дневное дело. Вы знаете, у нас в село и псалма, это вообще круче. Первая проблема, что я уже первый зал поем, а половина зала еще спрашивает, а что поем? Какой номер? Какой номер, да. Мы же хотим скорее, тут села вообще получается, нулевая половина. Они пока поймут уже, какой псалм поем, все уже правда закончат. И вот знаете, вот в этом во все мы превращаем иногда вот то, что должно быть, ого-го, вот на вот это то. И поэтому иногда мы выходим и говорим, да, наши молитвы не идут выше потолка, потому что это дисциплина. Молитва – это целая наука. Лена Вайк-учей писала, есть такое выражение «христианская наука», которую мы должны изучать. У них слова «христианский университет», то есть «чего» нужно учиться. Если все так пустить на самолет, то мы будем годами хранить церкви и будем оставаться на уровне вот духовного, характера наши тут где-то там плавают, мы думаем, но мы будем видеть, что мы ничего не имеем. Поэтому, цитату мы вчера с вами читали, на пылкие молитвы его народа придет ответ, ибо он любит, когда его народ ищет его всем сердцем. И это вот, вот вы ставите наука со сведоточением во время молитвы, это большая наука. я читал книги некоторых проповестников, которые вот тоже говорят, что мы грешим во время молитвы. Вот мысли уходят, не могут поймать мысли. Один проповестник пишет, сегодня, когда молился, поймал себя на том, что считал кирпичи на стене церкви. Опять говорить не получилось. Ну, я думаю, вы понимаете, что мы здесь. Да, вроде бы молятся, а кирпичи считают, шишины. То есть, это целая наука. Но если мы ее не постигнем, мы не постигнем силы молитвы Иисуса Христа. Потому что мы с вами вчера рассказывали, почему ученики попросили Христа молиться. Вальд открывает эту дверь, потому что, когда они увидели, что они подошли ко Христа, он их не замечает, его имя молитвы, их поразило. То Христа настолько погружался, что его не скрипли в двери, ничего, вот это соединение с отцом не было полное. Поэтому результаты были садованы. Хорошо. Сегодня мы с вами рассмотрим еще следующую тему, насколько влияет состояние сердца во время Мои. И мы откроем с вами Псалом 65-й и немножко поисследуем 17-го по 20-й текст. 65-й и 17-го по 20-й текст. Я возвал к нему устали Мои и превознес его языком Мои. То есть, конечно, очень важно в молитве состояние языка, насколько действительно Бог превознесен в нашем сердце. Насколько действительно это искренне. Но дальше Псалом говорит, если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня о сходе. Вот видите, насколько состояние моего сердца моего сердца оно очень ваше. Но Бог услышал, внял в глаз молитвом молитвом. Вообще смотрите, интересная мысль. Это интересная мысль. Смотрите, как же псалмопевец обращает внимание, что его Бог услышал. Оказывается, что Бог услышал, это не просто так, пойди поговорить. Потому что псалмопевец если бы с беззакониями в сердце бы не разобрался, не услышал бы. И псалмопевца радость из-за того, что услышал, не все на автомате, помолились и услышал, и успокоились. А с беззакониями кто-то посмотрел, а с обидой, а с непрощением, а что с этим ли? Мы живем, бывает, вечером доживаем, чтобы попросить друг у друга прощения, а что же было три месяца? Как Бог слышал нашу молитву? Слышал месяц. Потому что Христос говорит, когда становитесь на молитву, прощайте. Поэтому очень важно еще одно, не просто, когда мы с вами вчера говорили, стать на молитву и вот ощутить вот это присутствие Божьего, не спешить открываться, не надо. не спешить или Божьего общества не надо только брать, а давайте помолимся, ты слышишь, пошел. Нет, тут нужно встать, постоять, представьте, где ты находишься, к кому ты пришел, к кому твоему сердцу сейчас происходит. Может быть, прежде чем за кого-то молиться, за какую-то проблему надо за себя помолить, может у тебя тогда обида кипит, или прощение, или карбинка какая-то, или еще что. Вот о чем ваше. Поэтому отвергал, когда вопрос беззакония не решался. Поэтому исследование сердца очень важно в молитве. Вот почему два еврейских слова в Ветхом Завете. Одно, мы говорили, «вела» это соединение, а второе, «велика», которое переводится «судить себя». Смотрите, как русский язык ограничил наши памятники. Русский язык только умолять и просить. А библейские корни говорят, «А ты во время молитвы себя судишь? Ледь по ледь проходишь или нет? Или ты пришел на все штампы и поставил, пастор, не такой, это не такой, это не такой, и Господи, а я такой. Помните, вот в чем разница между фарисеем и мы-то? Когда они молились? Мы-то молился вели в Павел, потому что он что сказал? Он многое не сказал, а фарисей совсем из другой страны пришел. Поэтому вот исследование сердца моего очень важно молить, особенно в Ходажесе. А когда будет молить? прежде чем Ходатай святоком, то я должен Ходатай святоком, святоком, и это очень ярко показано в судных день, когда первосвященник, прежде чем молиться за народ, он должен был за свою сильную жертву пронести и совершить молитву. И только тогда и вообще у первосвященников было все там очень опасно, потому что когда он приходил за народ взывать и не решил своих проблем, его Бог просто мог поразить. То есть там как-то явно это все вообще показывалось, вот эти лейки полей. Поэтому прежде чем за кого-то молиться, нужно молиться о себе. Свидетельство для церкви том 1 страница 121 Я видела, что каждая молитва, возносимая вере от чистого сердца будет услышана и исполнена Бог. Ни одна молитва истина святых не пропадет в туне, если она вознесена в вере от чистого сердца. То есть действенные молитвы от сердца чистого. Поэтому если я молюсь в обиде, что дети мне там не дозрали какой-то помощи, или там в обиде, что государство мне пенсию не выглядело достойным, то дьявол меня поймает и мое сердце будет чисто. Если там в обиде на пастора, на дьяка, на соседа и молись, то уже результат будет я могу нагреть много, господи, и цели этого, дай работу, этому, но Бог говорит, это все устах, не связь. В молитве главное, кстати, не устах. Мы читаем, что молитвы библейских героев были очень короткие. Вы знаете, когда я провожаю с Якова, возвращаясь в Альфанан, и там говорят, и сам идет, 400 человек идет, то молитва Якова очень короткая, можете только посмотреть. потому что герои понимали, что молитва это не соревнование на обществе. Может быть, поэтому и у нас иногда общественные молитвы какие, знаете, утомительные. Я вам скажу честно, иногда как начинается мечеть, берет, если 10 минут все не расскажет об общественных молитвах, то это уже человек, у которого здоровья маловато, и может тяжело не то, что на колени, а вообще как-то стоять, это все но мы не соревнуемся в устах, чтобы оно было красиво, подольше и что-то так убедительно. На самом деле в молитве идет соревнование сердца. Если сердце чистое, достаточно молитвы сказать Лазаревый и Лазаревый. Если бы Петр ревностное и смирение искал Божественной помощи, если бы он в тайне исследовал свое сердце. Знаете, у нас много иногда записок, много списков, но как бы хорошо нам иногда устраивать молитвные встречи, где мы просто часик за себя хорошо помолимся. Ох, какой бы это был мощный результат. Но, к сожалению, в основном когда встречаемся, то за кого-то сатана не может победить смиренного ученика Христа, который в молитве ходит к его сатана. И, знаете, опять же, я говорю, проблема в элитной борьбе в том, что за нами постоянно наблюдают две силы. Сила Божья, ангелы Божьи записывают, утрольский говорит, о чем мы говорим, куда смотрим, и дьявол все записывают. Вот дьявол смотрит, едет брат адвентист троллейбус, смотрит на рекламу. А рекламу сейчас вы знаете какие-то. Это в телевизоре, в интернете попадают на определенные сайты, которые разжигают кое-какие страсти. и брат адвентист может показаться, что он чистый, потому что пастор не видел, церковь не видел, никто не видел, дьявол все видит. И дьявол все наши славности записывает, и он уже знает, что этого брата можно развалить сибири, и он ее развалил. От одного взгляда может пойти уже и верить. Знаете, Давид вообще вышел, в гости только один взгляд на чужой бассейн, и дьявол уже развалил всю схему, сработал буквально очень веселый. Поэтому нам очень важно понимать, что за нами следят две стороны. Смотрят, что мы смотрим, что мы думаем, как мы вас понимаем, как вы живете, и в связи с этим делает соответствующие выводы, и начинает работать соответствующие схемы. Вот Мария даже пишет о молодой паре, которая еще не жената, только начала встречаться. И она пишет, к сожалению, некоторые пары адвентист и молодежь иногда только начали встречаться, могут просидеть всю ночь вместе. И результат она пишет такой, ангелы только следят за теми, кто почти всю ночь проводят подобное ухаживание. И дальше если прочитать всю статью, она пишет, дьявол разрабатывает схему, после речания это семью аргент и скор развал и оказывается, где кое-как наших проявлений. Взгляд, посидели там, не там, и думаем, что все в порядке. Там козинка эта прошла с пожертвованием, никто не увидел, там наши козинки сейчас какие, никто ничего не видит. Сюда руку запустить второй дьявол свидетель. Ага, дьявол увидел человек, положил время, все ясно, жадный. И у дьявола сразу, и у него есть схема, вы знаете, как это есть схема, как развалить человека окончательно, как его запустить в какой-то банк, чтобы он пошел в этот банк, чтобы он взял кредит, а с которого потом деньги давать. О, как он ушел. Поэтому даже вот эта корзинка закрытая, которую они все не видят, она просматривает за некоторыми силами, которые знают, как дальше нас разоградят. Потому что я не думаю, что сундучок Иуды, он сильно просматривался. Кроме Иуды, наверное, там, я думаю, никто не знал, что там лежит. Иуда думал, что никто не знает, дьявол знал все. Дьявол даже знал сумму, за которую его можно потом купить. Потому что был сундучок. И дьявол знал, по какой синий Иуду разоградят. Это вопрос наших почетов, а не наших кассеток. Наши кассетки это не покоры. Действительно, ни кассет не знает, сколько мы можем, ни я не знаю, да мы на минуту дьявол это. Выли как бы, все по-другому, все видно, все вот как, Иуды, если сапоги даже смотрят, тут молодые, просидели, и дьявол говорит, давай сговорим с ним, смотри, они вот, уже так, чувства свои вошли, что там голова уже не успевает, и потом, когда этот парк женится, у них голова не включается, чувства пропадают, и семья больше разоградится. То есть у сатаны есть схема, отработанная 100% за 60 лет за каждую нашу слабость. Поэтому, я думаю, мы как дети божьи, должны очень серьезно божьечь, и понимать, куда мы смотрим, что мы ложим, и с кем особенно молодежи, и зачем мы сидим. Там в интернете сидим до утра, и зачем мы сидим, и думают, что никто с виду сидит в интернете сидит до утра. Дьявол все увидел, и говорит, ребята, схему разоградят. У Лены Вайтера есть даже целая глава, как там совещание идет, как дьявол у нас даже в руке с бочечкой, как там все эти номера потом разбирается, она просто может взять, оно так, безорожье. Поэтому, братья, мы на территории битвы, в которой колоссальная роль играет молитва, и колоссальную роль играет наше поверение. И Павел пишет, что иногда даже женская прическа, она знак для кого? Для ангелов, да? А? Ну, Павел пишет, что то, что у тебя на голове, это знак для кого? Для ангелов, да, ты вам останет. Смотрите, окажется, ангелы еще и приходят и смотрят, какие тут знаки. Я не о прическах, там Павел просто другом, он не о прическе писал, просто так, в то время по прическе можно было свытить отношение жены к мужу. А ведь ангелы это же знаете, люди, у которых существовав, у которых не рады, ангелы люди не рады. Поэтому по прическе ангелы если видят, что она не подчиняется мужу, то это не гнушок. Такие знаки. Поэтому я не говорю, что человек там о прическах есть, я просто о том, что, кажется, для ангелов тоже есть определенные знаки. И нам это нужно учитывать. Есть определенные знаки и для тех ангелов, которые могут быть в наших домах, в наших квартирах. Но это будет у нас опять не рассказываться. Получится, что там еще в наших квартирах эти знаки могут быть. Но я бы хотел, чтобы мы рассматривали молитву Авраама. Бытие давайте откроем 18-ю главу. Потому что наша тема сегодня состоятие сердца. И вот тут есть интересные моменты, на которые я хотелось обратить ваше внимание. Бытие 18-я глава. Ну, вы помните эту главу, когда приходит сам Бог и два ангела под видом путников приходят к Аврааму. Ну, у них там происходит беда, Бог говорит, что будет у Сары сын. там смех определенный идет, Бог и будет. Но дальше Бог идет к садову. Давайте исследуем вообще насколько наши молитвы важны. Я думаю, если бы они были не важны, то вот это, во-первых, Бог бы не вел диалога с Авраамом, во-первых, чего он бы с ним ведет. Интересный вопрос. С Авраамом такой взял. Что Бог хотел сказать? И сказал Господь 17 текста 18 главы Утаю ли я от Абрагама что хочу делать? Итак, прежде всего, молитвы церкви нужны для того, чтобы увидеть, что Бог хочет делать. Вот смотрите, оказывается молитва только частично слова. На самом деле, молитва это еще видеть, как Бог на эти слова отвечает. Поэтому, если вы о чем-то Бога попросили, то очень важно после этого увидеть, как Бог действует. Но чаще всего, мы не пророки, Бог с нами действует через обстоятельства. Поэтому, очень важно отслеживать, а как же Бог ведет. Это тоже часть молитвы. Потому что, если попросили, а ответа не обращая внимания на ответ, это вопрос, а как же Бог достучится. Это не писание священное. Вот мы помолились, потом начинаем исследовать священное писание, духовные труды исследовать, общаться с братьями и сестрами. Но очень важно научиться быть внимательным, потому что Бог может ответить иногда неужели. я помню, как Бог не ответил раз неожиданно на молитву о здоровье. Просто нужно учиться слушать, это тоже целая наука. Целая наука учиться слушать. И Христос учеников это учил, он говорит, наблюдайте как слушать. как слушать. Я помню, была проблема со здоровьем. И так, ну, Бог умолился, и вы знаете, неожиданно, вдруг, ну, Бог, когда нужно включить, Он Бог уключит. Просто нужно этот момент поймать. Вдруг я чего-то решил послушать, ну, нехорошо послушал, да? Но мне еще эта кнопка включилась, что надо сейчас брать. Там два брата что-то дискутировали. Я неожиданно, Бог может быть. Знаете, мы иногда молимся о здоровье, а дальше права. Помолились, и вроде мы думаем, что все подберут и будут здоровы. А вот вот этого слушания это наука. Для этого сердца нужно иметь, знаете, сердце такое спокойное. И тогда Бог будет включать. Я рассказывал тот же случай про поведение. У ребенка вдруг начала ночь резко подниматься температура. Резко, он говорит, уже 39, 39, 5, но сгорает ребенок. И он говорит, мы с женой помолились, тяжело было, но ночь без сона. Я уже, говорит, так немножко изнимождение сел в кресло. И через какое-то время просто вот Бог как-то побудил взглядом пройти по библиотеке. Ну, доносить. Он говорит, когда я взглядом пел, вдруг я увидел, что-то не врезалось лекарство с Божьей аптеки книжкой. И он говорит, я как-то беру, что-то меня побуждают, открываю, открываю на определенной странице и смотрю там симптомы. И он говорит, мы делаем вот это все, и утром ребенка нету температуры. То есть наши молитвы о здоровье иногда это так просто воздух раз, Господи, я здоровей, а дальше вот надо все через карь, так же здоровье. я помню случай вот с супругой моей тоже был приступ такой интересный, ковито, и мы тоже не знали вообще, что делать. И вот так тоже помолились, если Бог тоже за днем помыли через что, но открыл фаркусные листья, оказывается древний рецепт, пропаривать листья, просто обложить зону, мы обложили, и потом эти листья нам просмотрим аж черные, пока не потянули. То есть вот слышали, друзья мои, не просто говорили, но это больше наговорить, так же не говорим, а вот учиться слышать, это во все это надо чистым. Потому что если там ходит какой-то туман, знаете, какой-то карабин, если какой-то сбой идет, то там ничего в этом равенном совершенно. Но сейчас надо быть настроить так. Поэтому я думаю, что мы могли таких опытов много привести, когда Бог неожиданно вдруг отвечал. Он отвечает. Просто вот эта целая наука выжит вот эти ответы. И я по себе знаю, я не всегда настроена эта радио антенна. Бывает, что я помолился, оно еще тут бурлит. Знаете, человек там обили, оно все тоже плавает от болота. И пока его не заглушишь, оно ничего не слышит. Потому что тут болото плавает в сердце. А это тот прибор, который приводит информацию. Ничего не поймут. Поэтому нужно вот почему Христос говорит, когда становится молитву прощать, вот это болото очистить, и так далее он что-то скажет. Поэтому с чего начинается диалог? Диалог начинается не с того, что Авраам будет просить. Дальше Авраам просит 50-45. А диалог начинается с того, что говорит, я хочу Авраам открыть. И сказал Господь, утою ли я от Авраама что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный. И благословлятся в нем все народы земли. И болеет правду для того, чтобы он заповедался нам своим и дому своему после себя ходить путем Господнем, творя правду и суд. И исполняет Господь это Авраама еще сказал им. Ой, друзья, тут все великий вообще что такое в правду праведность праведности праведности по закону по закону нам всем колец по закону послушав въезде за лечу оказывается праведность еще больше чем поступать по закону понимаете чем потому что по закону выходи за свои грехи и дальше по закону жизни и из нас никто не имеет права на жизнь еще у нас и по истине мы не имеем права на жизнь мы грехи но овечь то в равен наше с крестов так овеч так овеч это же не по закону да нет по закону смерти Поэтому, друзья, вот тут все гораздо сложнее. Вообще слово «правильность» в библейском понятии, оно гораздо более глубокое и правильно это рассказано. Правильность в библии – это поступать правильно. А поступать правильно – это не всегда по букве. Христос говорит, не читали ли вы, как Давид вошел в храм и по букве не имел права шла? Отъехал. И христос говорит, не скажи ли вы, как его не читали? Так как его читали и реально задавали этот вопрос? Он не имел права есть. Отвещение каким-то путем увидел, что ему хлеб надо. И христос говорит, он по какому закону? По букве, нет? По духу. А, по духу, ага. По милосердию, вовсе, пошло. Вот это… Вы знаете, что по закону хочет с нами поступать? Дьявол. Когда-то Мартину Лютеру или как будто из реформаторов показал письмо во сне, и там были показаны все грехи. И во сне у кого дрожь пробило. Что по закону как бы… А дальше такая лапа волоса там закрывала. А потом раз, Бог эту лапу убрал, а там оказывается все прощается крови. Вы знаете, загадка спасения, она вообще интересная и плохо изобрел закон. Елена Вайф пишет, несправедливо поступили со Христом, чтобы с нами поступить тоже как-то. Развестно. Христос не имел права умерла. Потому что по закону возмерить нельзя грех себе. А Христос как пришел незрешным, так и ушел. Поэтому Христос стал вместо нас, а нас поставили вместо себя. Поэтому слово «правда» в еврейском языке, я просто вам несколько понятий. Это благоприятие. Это забота о благополучии другого. То есть слово «правда» имеет гораздо большее значение, чем просто поступить по закону. Слово «правда» в Еврейском языке, ты поступи с ним так, чтобы у него было что? Благополучие. А это целая наука. Для того, чтобы поступить с человеком, чтобы у него было благополучие, нужно чей-то еще узнать. А в чем он благополучие? Тут целая наука. Вы знаете, что нужно сделать маме, прежде всего, если ее сын наркоман. Чтобы она, чтобы она собралась от народа. Или алкоголь. Слово «бог». Это нужно, когда он в очередной раз приползет две крепко-закрытия, чтобы просить 100 гривен. И когда он будет с той стороны говорить, что я голодный, босый, и мне нужно 100 гривен, 100 гривен не дать. И вот если мама надается смелости, чтобы мне нужно 100 гривен, начнется обувь дороги. По законам материнской любого, либо по бедности. А просить правильно не дать. Хотя он начинает говорить, что сейчас умру, со мной все закончится. Все наркологи говорят, если мама вот это преодолеет, просто ее вытолкнуть в этот мир. Головь без трусов как угол. Вот тут начнется вытолкнуть. А если она опять жарится, посадит его за стол, накормит борщом, он будет... Понимаете как? Вот что такое право. Если еще научиться правильно поступить, не жестко, а это целая наука. Поэтому Бог говорит, что для того, чтобы эту правду творить, я целого права призвал. Далеко не все могли. Одни по закону парисеи поступали. Бог говорит, мне такая правда не нужна. Вот так для поступающих, что и за Христом отслеживали, по закону или не по закону. Другие по сплошной милости поступали. Мне тоже такая правда не нужна. А правда это, когда милость и суть что? Облако. Это великий пилотаж. Это еще в каждой ситуации еще думать, как поступить. А для этого нужно человеку серьезно узнать, что ему нужно. Не просто. Тут целая наука. Почему детей неправильно воспитывают? Потому что в этой науке они постигли правду. Их где жестко, а где мягко. Иногда легче жестко, только мясо. Но уже под подтоки, чего ему наступит в боксе, можно сказать, мама, папа, ты меня с вами жестко. Вон с хаты и в дом и в столе. Все. Другие слишком мягко. Тоже потом каша получается. А вот это все правда. Даже воспитание детей это все равно. Поэтому Бог говорит, Он творит правду. Чем больше мы будем учиться правду творить. А для этого нужно помогать, постирать, беседовать. И с ними же детей не насадить на них время. Понимать, что им нужно и как правильно поступить. С тем же наркоманом, с тем же алкоголиком. Беседовать. Просто как-то теперь. Вот это участие. Чем больше мы эту правду будем постять, тем больше наши молитвы будут слышать. Целая наука. Поэтому Бог говорит, почему я говорю с Абрамом? Потому что Он творит правду и суд. У Него это все вместе. Не один суд, а именно правду. И вспомнил Господь на Абрамом, что сказал о нем. И дальше идет им двадцать первый текст. И сказал Господь, вот Садовский и Гаморский велик Он, и грех их тяжел Он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, как Бог на них, восходящий ко мне или нет. Узнаю. Вопрос. А чего Бог вот это Абраму рассказывал? Что я сошел с неба посмотреть. Точно ли Садовский и Гаморский вопль. Что вообще Богу от Абрама нужно? Он с другом общается. А? А? То есть он с другом общается. Ну понятно. А зачем он с другом общается? Какая сервина? Он подограничил. Он подограничил. Я обрали, что он тут. Это показать слово у вас. О! Богу нужен человек, который начнет вступаться за это что? За это что? За это Гор. За это Гор. Вот насколько молитвы нужны. Что воск спускается с неба, и Авраам начинает прям буду рассказывать. Я хочу воровать уничтожить во всех подробностях. Зачем? Мамек. Чтобы кто-то начал тупаться. А не только золото. Авраам же считайте, что Авраам был повыше. Он же там с 50-ти начинал. А вы не отвечали, что почему Авраам вообще не вернулся? А что Лот там делал? Вот там и не пройдет. Поэтому, оказывается, Богу нужно было, чтобы кто-то вступил с ним в диалог. Вот как наша молитва нужна Бога за Днепропетровского. Если будем мало молиться, может Бог каким-то образом спустит, заискает. Вот я хочу в Днепропетровск, зашел, и Олег. И так навекнет. Вот хочу от него оставить, но эту башню, это уже две башни. Для чего, Бог говорит? Чтобы мы начали как Арам. Господи, да тут же еще нет. Останови это все. И вот Авраам понимает этот намек. И начинает. И подошел Авраам. Вот после вот этих слов Бога, у него уже... Ну правильно, правильно. Он говорит, вот сидит. Но его, наверное, больше были переживания по Аврааму. И подошел Авраам и сказал. Неужели ты погубишь правил регионатически? Вот что Богу нужно было. Слова Аврааму. С неба сошел. Вот как наши молитвы. Чтобы кто-то подошел и сказал. Господи, неужели это Украина так ничего не узнал? Как я вам вчера рассказывал про жена, да? Как этот евангелист приехал. Тут же он плачет. Евангелист думал, сейчас он будет сюда. А я, ты же он думал, что он сходит. Так он там в звезды. Он открывал. А тот жен уже, Господи, ты это мой евангелист. Да неужели я это думаю? Неужели ты оставишь его нахице? Да не могу я это. И что не зло? Этот евангелист, как послушал, ходил, что тут есть кто-то переживает. И вот этот евангелист куферам начинает спасать. И все ради этого жена, надо зал наполнять. А не просто господи. Ну вот, надо набивать эту программу. Не, Авраам надо не так. Потому что он говорит, я не так говорю. Неужели я могу убить? Авраам прекрасно знал, что эти такие садомляния. Да, вы привлекли, вы заглядете их по-русски. Интересно, а логия и слова. Почему? Почему Авраам ни слова роте не говорит? А потому что дальше идет 25-й текст. Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил правильно, а с нечистилым. Чтобы тоже было справедливо, а с нечистилым. Не может быть, а тебя судьи о всей земле поступят и не правы. Я понимаю, что Авраам не произнес слово роте, потому что он не знал, в каком состоянии. Он все ждал на суд. Он говорит, я знаю только одно, что нечистил вас, правильно, ты не перепутаешь. Вообще интересный человек, да? Насколько время он был. И 31-й текст говорит, что Аврааму было 100% смирение. Опять же, не слово роте, потому что Авраам уже сказал, что Бог иначе не поступит. Здесь уже пришел судить, если все будет правильно, то все будет нормально. Если нечистилы, то все будет нормально, как оно есть. Авраам сказал, вот я решился говорить в ладыке, может быть, найдется там 20. Авраам, смотрите, как он с Богом. Я решился говорить. Ох, она, тыс, она и молитвы. Это не то, что он спасает не всех. И правильных, и нечистилых, мы даже не разобрались. Но Бог пришел судить, а он понимает, что это будет. Поэтому он говорит, я решился. И это смирение в молитве тоже играет в большую волю. Ведь для борьбы враг атакует самые слабые места в защите тех, на кого он нападает. У христианина не должно быть слабых мест в защите. Из-за своей самонадеянности, ноже становится легкой жертвой сатанинских угловок. Вслед за этим приходит страдание, изуродованная жизнь и подчась измерить. Знаете, из таких слов, которые Бог произнес, что Авраам и правду тут говорит, и суд, и оба богу. Авраам, он, знаете, как расправить речь, так помолиться. Такое ощущение, что Авраам это все пропустил. Как не про себя. Насколько спинает, я решился. У тебя что-то попросить. Несмотря на то, что ты меня назвал праведником, пусть что я тут все творю, и ты меня так уважаешь, что сказал, что я ничего не буду творить, пока у меня нет. Мне надо еще лишиться с тобой. Я думаю, Богу, мы все верные люди. Которые приходят и плывают на него. Авраам не произносит имя влато. Он уповает, Господи, ты сам что знаешь. Если влато, то знай, что будет все в порядке. Поэтому, братья, вот подведя итог, уже сейчас мы будем в завершении. Сейчас у нас будет практическое упражнение. И мы будем каждый раз знать практические упражнения. Это тихие молитвы наши. Потому что мы вчера видели, насколько они сильные. Молитва Адам была тихая. Только устанчиво верила. Но я бы хотела сейчас нам предложить тихие молитвы, попросить Господа показать наше сердце и дать нам смирение. Потому что, друзья мои, я по себе знаю. Я иногда прошу очень самонадея. В чем? Я прошел других, не разобравших все. Я забываю. В этой сути я тоже самонадея. Мы читали в Вайфе, пишет, «Если бы Петр разобрался со своим сердцем, Бога я вам никогда не помню». Поэтому я думаю, очень аккуратно тихих молитвов с вами. И как в духе Абрама, праведника, который явившись в Господь. Спасибо тебе, что мы стоим в такой честь. Обратиться и попросить об этом в Содоме. Еще в этот диалог стучит. Хотелось бы, чтобы мы сейчас, может быть, попросили Господа показать нам наше сердце. И вот, просить об этом в Содоме. Давайте, птичьям. Один, два. И как вчера у нас было, кто помолился, присаживайтесь, чтобы не было, мы не верили. Пожалуйста. Вы знаете, в заключении сейчас это будем перешедывать. Я бы хотел обратить внимание, а что это такое правда? И что Богу больше всего нужно в нашем сердце? Правда – это из характера Христа. Поэтому творить правду – это творить характера Иисуса Христа. По большому счету творить правду – это когда людям с собою хорошо. Знаете, есть человек, с которым не сись страшно. Он говорит, я творю правду, меня смеем. И у вас есть права, я говорю, здесь, но когда знаешь, не сядешь, то сразу пойму, сколько ты мяса съели, сколько ты воды не тропишь. И как-то, что-то, это не жиговато. А творить правду – это будет чей-то, с которым хорошо. И такие люди есть в тех временах. Я помню, наш брат, непроповедник, поехал как-то в Славянногорск в монастырь православный. И он говорит, я там встретился с монашем. Он говорит, этот монах такой был, что от него такое чтение, что шло тепло. Вот настолько видно того, что его так силы, и потом мы разговаривали, и монах меня спрашивает, да, Виктор, он говорит, я пастор, а какой церкви в Дети Святого? Он говорит, уйдите, как больше. Якинь же ты молодец. Он говорит, и я понял, что такой правильный человек. Правильный чей-то не тот, кто рассказывает, как он правильный. Правильный чей-то не с какой-то хорошим. Потому что если мы хотим воспитать наших детей в правде, им с нами должно быть хорошо. Если они от нас убегают после власти, мы правды никакой не сотворили. Поэтому Бог есть любовь, и территория правды – это территория любви. Вот когда мы молимся о наших евангельских программах, нам очень важно молиться, чтобы наша церковь стала территорией любви. Вы знаете, мы были недавно в Киеве, и с нами семинар говорил брат Алекханда Бульон. Это человек, на одном из программ, которого крестилось... Дайте, дайте пока, ну какие здесь? А? Ну кто знает, кто он сейчас? Я советую вас здесь, желаю сказать... 27 тысяч человек крестилось на одной из его программ. И вы знаете, он когда приехал, он говорит, а где в чем у вас проблема на Украине? Вы такие же люди, как и наше Перу, и наше Бразилие, у вас проблема одна. У вас пробуйте в Евангелии, вы хотите поменять человеку и религию. И обонят наши проблемы. Он говорит, а вы должны помочь человеку не религию поменять, а поменять жизнь. А для этого мы должны определить только... Он говорит, вообще миссия, это не просто раздеться Бог лет, великую Базьбу, да. Миссия, это человека с территории нелюбрии, там где дьявол, царство, перенести на территорию Куста, на территорию Чехии. Он говорит, и когда мы 30 лет тому назад это поняли, у нас зары 27 тысяч человек. Потому что до этого, он говорит, вы были такие же кривые, мы старались поменять человеку и религию. И он, интересно, задал вопрос, там, в том числе, паспористы, кто тут хочет религию поменять? Вот, ребята, вы хотите, чтобы вы религию поменяли, поэтому вы любого не идите. Поэтому, Христос, что желает в нашем сердце уйти? Вы слышали, что сказано, любить ближнего твоего и ненавидить врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благотворяйте поклинающих вас, благотворите ненавидящих вас, о сердце чистое, и молитесь за ближайших вас и гонящих вас. Вот это несправда. Если мы будем ее творить в нашем доме, если наших же нет, а мы родителям, мы станем хорошо, если хорошо будет нашим детям с нами, то, мол, любую тюрьму, они никогда из дома садитесь на небо. Никогда. Потому что вы будете творить правду. Я хочу такую иллюстрацию провести, как любовь меняет человека. Меняет человека, доктрина, догма. 2000-2001-го, то, что мы скажем, он и чеками поменяет. Чеками меняет отношения. И как-то я такую историю услышал в школу, пришла новенькая учительница География. И вот она пришла в одну, в один класс, где была девочка, ее звали Верочка. И эта Верочка была девочкой, которая по всем предметам двойки получала. Ее уже эту бедную Верочку там со всех сторон, как говорится, боксировали. И она уже отсидела на последней парке. Эта учительница Географии пришла, быстро увидела эту обстановку, и она Верочку вызвала. И вот первый раз, когда она Верочку вызвала, она ей задала по карте какой-то вопрос, ну типа того, где там Санкт-Петербург. Ну, и Верочка не попала, не знаю, с чем он. Но учительница сказала, молодец, Верочка, четверку тебе поставлю, ты направил на пути. И так, и так, ну, родители, знаете, дети все это видят. Родителям рассказали, родители к Залучу, говорят, там какая-то учительница, непонятно, у нее есть поверенность. Она Верочка, в Санкт-Петербурге. Верочка, Верочка, Верочка. Ну, Залуч, конечно, что же. Верочка бралась, спрашивала учительницы, что вы там делаете, она говорит, ну что делаю, я там воспитываю, я там, я. Хорошо, я говорю, ну, пожалуйста, приходите на вашу руку. Вот приходит Залуч, садитесь на последний ряд, я думаю, с Верочкой. Ну, а учительница там фильмы выдела, варши, мы там блестяще все встречаем. А Верочка, ну как ты, товарищ Верочка, я говорю, Верочка, у тебя. А учительница говорит, Верочка, вот, пожалуйста, я график, расскажи мне там, Верочка, блестящий рассказ. Залуч вставил, да, и это все было построено. А ну, я вопрос задам, пожалуйста. Залуч приходит, как ты, рассказывает, по лестнице, скопая, варши, говорит, Верочка, рассказывает, на что происходит. И Залуч приходит, да, и вырочит. Потому что вырочит любовь. Вот зачем пришел на землю Христа. Чтобы учить нас в любом случае. И творить правду, это не просто говорить дарикалины. Творить правду, это говорить истину лучше. Поэтому, хотелось бы сейчас, братья и сестры, чтобы мы объединились сейчас, как мы вчера выглядели, по трое, по трое. Ну, желательно, чтобы братья с братьями, сестры с сестрами. Знаете, Паша, может, я хочу, чтобы предложить вам, чтобы мы друг от друга помогли, если я обнять. Свои братья, не прочь, не прочь. Слушай, объятие, это великое, это великое правительство. Ну, если муж с женой, это нормально. Это так сказать. Поэтому давайте сейчас будет в покое. Может быть, какие-то нужды друг другу расскажем, о чем понравится. Потому что мы еще разобрались, правила осторожности, боя совосвятствующих друзей, отца небесного субботы. И в конце так далее, да, это все, которые будут проверить. Пожалуйста, пожалуйста, переходим к практическим упражнениям, после этого я помогаю.